Виктор Степанович Черномырдине Виктор Степанович Черномырдинке Виктор Степанович Черномырдин Начинал строить и с 1973 по 1978 год руководил крупнейшим в мире оренбургским газоперерабатывающим заводом. Ведь именно он создал первый государственный газовый концерн «Газпром». Практически с середины 80-х Виктор Степанович на правительственных должностях. Сначала заместитель, потом министр газоперерабатывающей промышленности. Именно в эту пору он и познакомился с Борисом Николаевичем Ельциным, который впоследствии в 92-м году, уже будучи президентом, пригласит Виктора Черномырдина возглавить правительство Новой России. Будучи человеком государственных взглядов, Виктор Степанович неоднократно занимал и партийные должности, и выбирался в Верховный Совет СССР и России. В 1995 году он создает и возглавляет Всероссийское общественно-политическое движение «Наш Дом России», которое получил 10% на выборы в Государственную Думу и создал тем самым мощную парламентскую фракцию. Тогда же, в 1995 году, когда террористы захватили заложников в Буденновске, премьер правительства Виктор Черномырдин в прямом телевизионном эфире вел телефонные переговоры с Шамилем Басаевым. Тогда из 1600 заложников погибло 128 человек, но остальные все-таки были освобождены. И несколько лет спустя он приехал вновь в Буденновск, чтобы возложить цветы на могилы всех погибших в этой чудовищной трагедии. Виктор Черномырдин вообще не боялся брать на себя ответственность, не будучи директором газозавода, не будучи премьером правительства. В ноябре 1996 года, во время операции на сердце Бориса Ельцина, Виктор Черномырдин исполнял обязанности президента России. А уже ровно два года спустя он беспрекословно оставил пост премьера, когда того потребовала политическая ситуация в России. С апреля 1999 года Черномырдин – спецпредставитель президента России по урегулированию международного конфликта вокруг Югославии. Сербы до сих пор с теплом вспоминают о нашем земляке. За миротворческую деятельность на Балканах Черномырдина даже выдвигали на Нобелевскую премию мира. Ему доставались нелегкие участки работы и очень непростое время. С мая 2001 года Черномырдин, вопреки всяческим дипломатическим неписанным правилам, 8 лет является послом России на Украине. И даже когда в феврале 1999 года МИД Украины заговорил о том, что следует объявить Черномырдина персоной нон-грата, тогда уже смертельно больной Виктор Степанович принципиально остался на своем посту в Киеве еще на полгода. Он никогда не прорывался своей малой родиной, неоднократно приезжал в Оренбуржи. В своем любимом Черномырдинге выстроил православный храм. В конце 90-х прилетал в Оренбург на концерт еще одного выдающегося земляка Оренбургца Мстислава Ростроповича. Он придал поистине королевский размах визиту в Оренбург французского писателя Мориса Дриона, с которым судьба свела его в 2003 году. Виктора Степановича не стало в ноябре 2010 года, вскоре после того, как скончалась его любимая жена Валентина Федоровна. А ведь и Валентина Федоровна, и Виктор Степанович были очень дружны с семьей Ельцина. Как-никак земляки. Ну а об Оренбурженке на ине Иосифовне Ельцина и Ереме мы поговорим с вами в отдельной передаче.